Почему перед принятием решения о разводе семейной паре стоит сходить к эндокринологу? Об этом спросим Елену Андрееву, заместителя директора научно-медицинского центра эндокринологии Минздрава России, директора центра репродуктивной медицины. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот недавно я действительно узнал, что семейные психологи достаточно часто пары, находящиеся на грани разрыва, отправляют на прием к эндокринологу. Вот в вашей практике такие парные пациенты встречались? Вы знаете, у нас такие парные пациенты приходят в основном, когда речь идет о бесплодии, вдвоем приходят. И из-за того, что у них не получается родить желанного ребенка, вот тогда пара приходит одномоментно. А так обычно отдельно идет мужчина к специалисту-андрологу, либо женщина к специалисту-гинекологу и эндокринологу. Ну а какие проблемы с эндокринной системой могут приводить к тому, что в семье постоянные ссоры, постоянные какие-то скандалы? Вы знаете, у нас вообще жизнедеятельность организма зависит от уровня гормонов, коих в организме достаточно много. И любые проблемы могут быть связаны с тем, что меняется эмоциональная какая-то атмосфера в семье. Например, если у женщины или у мужчины повышенный уровень гормонов щитовидной железы, то они становятся более агрессивными, более мобильными нервной системой. Они могут, женщины, быть более плаксивыми, что не может не отреагировать вторая половина, соответственно. И это может вызвать постоянные ссоры. Кроме того, у нас может быть, например, недостаток гормонов щитовидной железы. И, соответственно, женщина будет спать на ходу или мужчина будет спать на ходу. А это тоже может не понравиться второй половине. Например, лишний раз, чтобы выполнить какие-то свои, так называемые, семейные обязанности. Что касается гормонов репродуктивной системы, то у нас, у женщины, при норме существуют определенные циклические изменения в течение месяца. И эти циклические изменения тоже могут менять ее самочувствие, ее поведение, ее иногда отношения. Женщина говорит, раньше бы я на это не прореагировала, а теперь я нервничаю и могу даже расплакаться, если мне не понравится то, что мне сказали. А вообще, все-таки, кто чаще становится жертвой такой игры гормонов, гормональных сбоев? Мужчины или женщины? Женщины, потому что у женщин как раз есть циклические изменения в течение месяца, циклические изменения в течение жизни. У мужчин в этом смысле повезло, если можно так сказать. У них нету таких всплесков гормонов. У них все проблемы начинаются, когда мужской половой гормон тихо начинает уходить, вот с точки зрения как бы эндокринологии, гинекологии. И когда они понимают, что, может быть, иногда со сменой партнера, партнерши, обстановки, им кажется, что у них появятся те или иные другие мужские возможности. Что не может не сказаться на нормальном отношении в семье. А как часто встречается, что обоим сразу партнерам в семейной паре нужна помощь эндокринолога? А два сапога всегда пара. Знаете, рано или поздно люди, которые долго живут вместе, становятся похожи друг на друга. И очень часто в этих ситуациях требуется помощь и психологическая, иногда гормональная для коррекции тех или иных гормонов, которых, я повторяю, достаточно много обоим. Хорошо. А как могут, может ли не специалист определить, что вот в семейной паре на лицо не какой-то психологический сбой, да, не какая-то психологическая проблема, а вопрос именно вот в гормональной плоскости лежит? Не всегда. Для этого нужно проводить определенный сбор анамнеза, да, то есть разговаривать с человеком и фильтровать. Мы очень часто на приеме, когда мы видим женщин и мужчин, у которых есть те или иные жалобы и расстройства, мы отправляем пациентов в обратную сторону. К клиническим психологам, к психотерапевтам, иногда к психиатрам, потому что понимаем, что первая причина находится в расстройстве психики. Как говорят наши психологи, в начале психика, потом физика. Потом все ломается. А вот все-таки, если речь не о психике, а о физике, какая терапия помогает? Насколько она сложная? Насколько курс лечения длительный? Все зависит от того, какая поломка, на каком уровне эндокринной системы. Эндокринная система, она у нас начинается с головы, где есть гипоталамус, гипофиз, есть проблемы со щитовиной железой, которые я уже озвучила, есть гормоны с надпочечником, есть проблемы с яичниками, есть проблемы с паращитовинными железами или вот с мужскими половыми гормонами, мужскими половыми органами. Соответственно, исходя из этого, какая проблема, такая и длительность терапии. Она может быть в течение месяца, а может быть длится несколько лет. Ну вот поправьте меня, если я не прав, но исходя из того, что вы уже говорили, что мужчинам в гормональном плане повезло больше, что у них быстрее восстанавливается при лечении нужный фон или как? Или тут все тоже очень по-разному? Вы знаете, это тоже все очень по-разному. Вопрос, поломка на каком уровне произошла. То есть, если, например, там нарушена функция щитовидной железы, там тоже есть разные сроки. А если там, например, поломка на уровне дефицита мужского полового гормона, то сегодня после обследования назначаются препараты андрогенов, и у мужчин достаточно быстро, в течение месяца-двух, могут восстановиться все проблемы, в том числе сексуально связанные с дефицитом андрогенов, и достаточно быстро помогать. У женщин медленнее все идет, потому что мы, если там дефицит, должны привести хотя бы на нижнюю границу нормы. Если там циклические изменения, убрать эти циклические изменения. В таких ситуациях мы назначаем какие-то комбинированные, может быть, препараты, которые убирают середину цикла у женщины, такой монотонный уровень гормонов, делают ее более спокойной, более адекватной в каких-то ситуациях, что помогает сохранить семью. То есть я правильно понимаю, что с гормональным таким сбоем самостоятельно, без помощи специалиста, справиться не получится ни у кого? Если есть гормональные нарушения, не получится ни у кого. Сейчас очень многие пытаются использовать биологически активные добавки, не боясь их использовать. Но я хочу сказать, что эти препараты не проходят клинические исследования, поэтому сколько там чего иногда бывает намешано, мы с вами не знаем. Поэтому лучше бы консультация гинеколога, если мы говорим про какие-то гинекологические проблемы, эндокринолога, если мы говорим про эндокринные проблемы, для того, чтобы нормализовать уровень гормонов. И после этого очень многие проблемы могут пройти. Но чаще всего при этих ситуациях требуется работа междисциплинарная и эндокринологов, и психотерапевтов, либо психологов. А вообще, как часто, если судя по вашей практике, как часто причиной гормонального сбоя может быть стресс, и насколько сильным и затяжным он должен быть, чтобы это повлияло на работу эндокринной системы? Вы знаете, стрессы бывают разные по силе. То есть у нас может быть какой-то хронический стресс, и что-то становится последней каплей, и дальше идут нарушения. А бывает очень сильный стресс, например, потеря близкого человека, и этого достаточно для того, чтобы наступили серьезные гормональные нарушения любых органов эндокринной системы. То есть это опять же все по-разному. Ну так давайте вспоминаем все то, о чем мы говорили, так резюмируем нашу беседу. Все-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начали, в каких случаях семейной паре перед тем, как подать заявление на развод, все-таки стоит сходить на прием к эндокринологу? Вы знаете, я считаю, что любому человеку, вот в медицине принято, да, сейчас, просто приведу аналогию. Когда мы говорим про женщину, которая собирается сделать аборт, прерывание беременности, вот она решила, да, какой-то кардинальный шаг в своей жизни сделать. Сейчас ей даются, согласно всем медицинским возможностям, несколько недель на раздумья. И дают подумать. И очень многие женщины отказываются от этого решительного шага. Вот в данной ситуации, когда пара решается на развод и приходит к этому решению, к выводу, иногда тоже надо сделать вот такую паузу. И, может быть, подумать на тему того, что это происходит из-за того, что у нас есть какие-то нарушения работы внутренних органов, в том числе эндокринных, которые мешают им правильно, может быть, воспринимать друг друга, даже если они долго живут. Правильно реагировать на какие-то их слова, поступки, действия и стать более терпимыми друг к другу, либо к тем ситуациям, в которых они находятся. А вот это уже точно может снизить количество разводов, чего, в общем, мы всем вам и желаем. Спасибо. Спасибо большое. Елена Андреева, заместитель директора научно-медицинского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института репродуктивной медицины о том, как обмен веществ может довести до развода. Продолжение следует...